привет мы находимся на что там где мы находимся и так уже все понял картонный мир это глядя на мою башку сразу видно что это картошка да 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 кто не знал никнейм моего персонажа картошечка ланька в общем пойдем я те куча нынкой покажу как же мне здесь лифтов не хватает спускаемся уичбищ заходим сюда надо разобраться с одним дроном здесь по здорово братью это короче дрон проник мне в дом когда я выходил из дома он сюда каким-то макаром забежал и захлопнул дверь с собой и когда я сюда пришел он сделал мне ата-та потому что я не ожидал что здесь будут дроны поэтому нужно его как-то выпроводить так дружище дайка ты уйдешь отсюда нет ты посмотри кажется он кажется он не хочет уходить весело по мешочек мясо валяется точнее кусочек мяса и дружище ты чё оборзел что ли ты чё тут ходишь в моем пентхаусе смотри как у себя дома ты глянь на него постоял поколдовал пошел там за стол посидеть как тебе моя панорама нравится да так на стул не садись это мой трон так ты оборзела ну иди отсюда пердуль тут твою пригрела вода смотри в окно там замечательный вид может я тебе все-таки дверцу открой ты выйдешь давай полить действительно он хотел завалить из дома видимо у меня здесь плохо пахнет а все почему потому что я применил газовую атаку так кусочек мяса я заберу вот так ези у тебя мясо отлично ези у тебя в доме вражина просто дверь не закрывается черт двери сломались о как меня штырит да подожди ты дверь закройся вот закрывается открывается господи сколько геморрой а короче если вражина проник тебе в дом просто применяй газовую атаку вот и все так значит что новенького у меня появился много чего новенького пойдемте покажу наконец-то я достроил здешние мосты которые ей планировал здесь построить смотри какие длиннющие вот это вообще пяти километровый бегать по нему долго можно кроссы бегать а этот у нас мостик специально для спуска смотри какой он красивый весь подсвеченный надо было тебе его конечно ночью показывать потому что он тогда очень красив и вот тут мы спускаемся вот так вот здесь мне тоже очень не хватает лифтов потому что спускаться по нему это просто нудная вещь очень нудное занятие но обычно я спускаюсь вот так вот хоп хоп уже профессионал вот мы спустились на нижний ярус здесь у нас небольшая лесенка бежим все подсвечено везде факелы чтобы ночью оу блин забыл да мы быстренько проскочили еще пару лесенок но ничего это можно сделать для ускорения вот бежим здесь у меня стоят факелы чтобы никуда не свернуть потому что здесь смотри какое ущелье очень опасное вон видал какой и через это ущелье я сделал тоже небольшой мостик вот так вот то есть в мой дом в мой замок можно теперь зайти и снизу то есть поднявшись по этой лесенке вот так вот и все ты поднялся ты на вершине и вот по этому огроменному 5 километровому мосту да он вон там не заканчивается это просто текстурки не отображается сейчас мы с тобой по нему пробежим счастье покажу как я поднимаюсь наверх это делается вот так вот хоп-оп-оп но лифта уже нет приходится как-то изощряться конечно это все отрепетировано ой 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 как-то не так поднялся кривенько плохо репетировал вот вот так вот все ну вот мы поднялись быстренько теперь я предлагаю тебе прогуляться по моему 5 километровому навесному мосту такого моста еще в этом мире не было его даже никто не видел так потихонечку давай я включу nitro ускорю это видео и мы пробежим мы наконец-то пробежали этот мост и уже закатывается солнце мы очень долго бежали в реальном времени это очень долго ты конечно все это посмотрел в перемотку но мне пришлось потратить где-то две минуты своей жизни плюс минус вот если честно из вот этого дерева из которого сделал навесной мост можно построить целых два таких замка как построение у меня вон там на горе правда его отсюда уже не видно так что вот такие вот дела напоминаю для чего это все было сделано мы сейчас с тобой находимся на горе дьявола помнишь здесь было черепок нарисован вот в этой горе по-любому я встречу терминатор который мне нужен для выполнения вот этого последнего киста так лесоруб это не то сейчас где вот он терминатор это последний квест в моем журнале который мне нужно выполнить но сперва сперва нам необходимо необходимо здесь сделать пещеру естественно мы не будем просто брать и копать с тобой сейчас мы здесь построим с тобой шахту наверное ты сейчас думаешь почему я рублю дерево вот этим бесполезным устаревшим топориком где мои инновационные пилы дело в том что пока я строил вот этот мост я ее сломал вот наделать кто здесь ты слышал рык очень жуткий рык надеюсь меня здесь не сожрут еще и ночь пошел дрова рубить ужас какой ладно короче моя инновационная пила нас ломалась пока я строил тот мост а ресурсы тратить заново на эту штуку мне не захотелось поэтому я решил пока попользоваться такими топорами кстати для того чтобы построить вот этот навесной мост мне понадобилась древесина особая то есть вот это вот дерево мне не подходит совсем понадобилась вот это вот ель ты посмотри какая она высоченно здоровенная по сравнению с этим деревом это елка выглядит очень огромный ты только глянь на ее ствол точнее на ее основание смотри какое оно жирнющее да я его рубить век буду да кажется но на самом деле нет это все дело очень быстро рубится а самое главное это самое большое дерево в этом мире и с него валится между прочим аж целых 20 единиц древесины когда вот с тех деревьев валится всего по 10 так робокоп чё приторобанил а чё хочешь чтоб я тебя грохнул у меня и так меч уже покоцанный блин ну ладно чё батареечку зато поднял может когда-нибудь используя так еще ни разу не использовал батареи и так знаешь что мы делаем вот эту штукку мы убираем запрыгиваем и потихонечку сносим это строение тихо надо самому не грохнуться вот аккуратненько тихь еще плач надо еще и еще наверно еще надо вот еще надо ну еще надо а так блин маловато будет еще ну думаю 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 хватит ладненько а по что-то я слишком высоко да взял вот же блин ладненько и тогда немножко опустимся вот так самый раз и теперь прямую доску кладем зашибись как раз ровно в эту пещеру прилетели значится так мы сейчас здесь пробурим с тобой огроменное отверстие я думаю что ну в принципе не такой уж и огроменная я думаю что такого будет достаточно да может быть и ну в принципе его другое дело значит что нам нужно нам необходимо расширить здесь полосу нашего навесного моста это мы сделаем вот так о расширили знаешь если честно то мне очень не хватает майнкрафтовских вагонеток был бы круто опустите рельсы по этому навесному мосту и вагонетку это бы ускорило перемещение от точки а в точку б так ну а теперь ставим стеночки одна сюда другая сюда конечно же не забываем про окошечки сейчас мы окошечка сделаем вот такое вот вот так вот вот и окошечки появились здесь мы поставим конечно же дверку вот и дверка появилась отлично осталось сделать только крышу и расширить наш напольное пространство о пандусы у меня оказались дыркой точно это же я когда первый раз только начинал играть я ее сделал о ты наверное помнишь этот странный дом похож на консервную банку вот с этой лан проехали короче дерево у меня закончилось а делов у меня еще куча я еще до шахту не достроил ладно как она громко хлопать пойду с древесиной короче знаю чем преимущество этого навесного моста потому что когда я бегу по нему я могу вот так вот смотрите а где же мне нужные ресурсы вот дерево которое мне нужно вон там от растения ягодки кстати надо спуститься за ягодками и вот когда я увидел то что мне необходимо например а вот здесь вот поляна здесь вроде никого нету вражин дезонтируюсь вот так вот выпрыгиваю просто с навесного моста и все и собираю рублю чё нужно мне короче очень удобная штука слушай ну вот в принципе потолок у нас почти готов осталось только вот эту вот огроменную щели заделать да тихо блин о тухленькое мясо я как раз есть хотел тухлятина значит так нужно доделать срочно вот это вот пространство достраиваем сюда блок сюда блок тву ты блог долбаный майнкрафт картоночка мы же тут все из картона делаем о блин я совсем забыл что у меня здесь окна ладно будь с окном здесь вот мы камушком заделаем вот эту дырышку ну а теперь соответственно потолочек сейчас мы его пришпандорим сюда ага уже поуютнее становится последние штрихи вот так вот высокие потолки как я люблю некоторые пишут что типа у меня очень высокие потолки в том замке и нужно сделать второй этаж но нет спасибо я просто обожаю высокие потолки поэтому второй этаж я там пока не планирую делать ладно давай сюда тоже тогда окно влипим так а снизу вот так тихо там чё ики что ли паучары бегают ух ты злый день пищукастый ползет сюда сейчас наверное как-то через вот эти щели проползет да надо вау как ты в окно что-ли зашел ко мне окно мне запили членистонога и существо так все тихонечко сейчас нужно доделать пол вот так вот ага отличненько ну собственно вот только вот это вот отверстие надо расширить но это дело быстро поправимо вот так вот ого копал я значит копал а у меня здесь дружелюбный сосед робокоп живет да прикольненько может я с ним подружусь он ко мне тут в гости будет заходить ночиёк с болтиками так значит и мне придется огородиться от этого места потому что здесь могут откуда угодно вылезти различные всякие паучки и вражины и гоблины и прочая нечисть поэтому здесь нужно сделать стенку и двери значит берем дверцу вот такая вот пойдет в принципе и ставим ее давай вот сюда наверно да допускай или посередине не давай вот сюда вот так вот и здесь придется сделать еще стеночки вот так и вот так ага надо повыше сделать тыкс шмикс пикс так это надо убрать не крось его во теперь это точно похоже на шахту бой на гибкий то скажем он о да О, да. Так, значит, блин. А если я буду подниматься со скал, то как мне сюда зайти? Чёрт, я не продумал проход. Надо двери сделать сбоку ещё. Вот же ж. Чёрт. Или скарабкаться вот так вот на здание, и потом вот так вот. Да. Придётся всё-таки сделать здесь где-нибудь ещё одну дверку. Или нет? Чё это я? Может здесь просто лесенку поставить? Вот с этой стороны? Ну-ка, у меня же там где-то лесенки были. Вот сюда. Значит, делаем вот так. Ставим вот так. И вот так. Да. Ну, в принципе, неплохо. Можно взобраться даже. Да, конечно, можно вот так. Хопа, хопа, и всё. Отлично. Хотел издалека ещё посмотреть на нашу шахту. Ну, больше похоже на домик, чем на шахту. А, пойдёт. Сверху ещё табличку поставить, какую-нибудь шахту. Если дерева, конечно, хватит. Ну, короче, я как всегда облажался, и буковка А не влезла. Значит, будет шахт. Что поделать уж. Сразбягочку. А нет, тогда не получится. Ладно, залезем сверху. Вот так вот. И поставим здесь табличку. Как... Подожди. Наверное, лучше... Наверное, лучше вот так вот, да? Шахт. Прикольненько. О, даже тень. Смотри, как бросается. Тут написано, по-моему, такси. Ну, пойдёт. Ладненько. Потом здесь ещё факел поставлю. У меня, кстати, их нет с собой? Не, с собой нету. Значит так, заходим в нашу шахту. Здесь мы разместим сейчас кровать, чтобы, если меня в шахте грохнут, я мог оказаться здесь, неподалёку от шахты. Кровать мы сделаем двухъяростную, потому что я её ещё ни разу не делал. Ну и к тому же, эта шахта здесь, по идее, должны трудиться гномы в большом количестве. Но, пока что я один-единственный здесь картонный гном. Поэтому, ну, кто знает, может, меня станет больше. Размножаться буду почковать. Так. Во, двухъяростная кроватка. Обалденно. И вся моя. Ху-ху. Значит, открываем, а здесь у нас шахта, да? Надо бы лесенку соорудить. Непорядок. Сейчас посмотрим, из чего мы можем лесенку сделать. Лесенку мы сделаем каменную. Вот так. И да, всю шахту я буду сопровождать теперь вот такими вот лесенками, чтобы мне было намного комфортнее подниматься, опускаться и вообще перемещаться по шахте. О, ты посмотри, какая щель. На чем же дом стоит? Конечно же, он стоит на щели. Ладно, фиг с ней. Так, значит, давай исследуем эту пещерицу. По-моему, здесь нифигашеньки нет, кроме как, если мы пойдем вон туда. А может, нафиг тогда эту лесенку? Слушай. Может, просто тогда сделать туда мостик и там уже копаться? Ладно, для начала мы исследуем, что там у нас. Пойдем-ка. Что у нас здесь? всякие рубинчики, изумрудики. Ага, изумруд. О, а пещера-то большая, смотри. Офигенно. Да. Да, да. О, она еще и вглубь уходит. Ух ты, еще нифига себе, удачненько я зашел. Удачненько. Но тут глубина... О, вот это да, вот эта пещера. Демон, уйди нечистый. Хоть с крестом ходи. Значит так, вот это вот мы убираем и делаем туда мостик. Тыкс. Дальше ставим... Вот, блин, не ставится. Вот, поставилось. Еще одну. Шикарненько. Надо будет оградить этот мостик по бокам, чтобы я не свалился туда вниз. И последненькая штучка-дрючка. Вот так вот, отлично. Ну все. Здесь вот мы сделаем оградочки. Вот так вот по бокам, чтобы я не рухнул вниз. Случайненько. Потому что делать там нечего нам. И, конечно же, надо поставить факелы. Конечно же, вдоль нашего мостика. Вот так вот. Опачки. Ну вот, уже получше. Короче, смотри, что мы делаем. Лишние ходы мы с тобой сейчас позакрываем. Вот этот вот проход мы закроем. Сейчас я только вот добуду вот эту вот медь. Ах, да, кстати, я совсем забыл здесь факел. Обязательно надо поставить вот так вот. Чтобы издалека было видно. Угу. И теперь вот у нас проход только сюда. Здесь у нас небольшой такой проходик. Сейчас мы его раскупаем. Что я сделал? Я же обошел просто эту дверь. Так, значит, чтобы нам здесь не заплутать, потому что очень много места, мы дело сейчас здесь закопаем землей. ну, собственно, вот. Идем мы, значит, направо. Вот так спускаемся. Здесь вот я все забетонировал, заклеил, как смог. Надо факелы здесь обязательно поставить. Ставим их вдоль этой стеночки. Вот так, чтобы красивенько было все подсвечено. Теперь мы тут спускаемся вниз. Здесь лесенку сейчас поставим. Что-то я решил так. заморачиваться, мостики еще какие-то делать, лесенки. Во. Идем дальше. Здесь у нас рубины. Забираем медь. Ну, тут у нас появилась какая-то развилочка, сейчас будем исследовать. Налево идем. Здесь у нас тупик. Понятно. Ну, а раз тупик, значит, мы здесь тоже поставим дверцу. Во. К сожалению, факел всего один. Надо подниматься за древесиной. Значит, идем сюда. Можно наверх. Господи, сколько здесь проходов. Ужас. Здесь тупик. Надо это и заделать дело. Идем дальше. Есть возможность подняться наверх либо вниз. Наверх нам подниматься смысла нет. Нам нужно идти только вглубь. Поэтому верхнюю часть мы полностью сейчас закопаем. Так, потолочек мы здесь сделали. Идем дальше вглубь. Что у нас здесь? Вот это мне не нравится, конечно, здесь не очень такой гладенький переходик. Потом буду здесь красоту наводить. Пока спустимся поглубже. Посмотрим, что у нас здесь есть. Еще одно ответвление. Тупик. Угу. Собираем рубинчик. Ух, как осветлело. Ого, гоблин, здорово. Да, вы что, прикалываетесь, что ли? Это выход. Это выход, сквозной выход. Да. Здорово, как дела? Весело. Ну, в общем, в принципе, мне все равно надо было за древесиной выходить. Значит, 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 вот это вот все дело я сейчас закрою. Ну, вот, собственно, теперь та часть нам неинтересна. Будем, значит, лезти раскопки здесь. Здесь я буду делать глубокую шахту вниз, исключительно только вниз, чтобы докопаться. да, там наверняка что-нибудь крутое. Двери закрывайтесь. Вот так хорошо. В общем, ладно, выходим. Надо добыть древесину, навести здесь и красоту. Короче, еще куча работы, которую я покажу уже в следующей серии. Вот. Итак, мы слишком очень долго заморочились с этой шахтой, поэтому на сегодня это все. Спасибо тебе за просмотр. Не забывай ставить лайк под видосик, а также оставляй свой крутой комментосик и не забудь подписаться на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видос. Вот. Ну, а на этом я с тобой прощаюсь. Чего, каково, увидимся в новом видосике. Ух, как тут высоко. Ну-ка, если я прыгну на дерево. Не, я не допрыгнул. Ой-ой-ой, ящеры злые, валить надо отсюда. Где моя шахта? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок